Всем привет, друзья! Относительно недавно на рынке автомобильных запчастей появилась вот эта интересная польская фирма Denkerman и я решил ею воспользоваться. Я делал видео обзоры на воздушные фильтры этой фирмы, а также на масляный. Но масляный я делал просто визуальный обзор, так как его использовать тогда еще не было возможности. Но сейчас уже этот фильтр прошел 15 тысяч, он был заменен на такой же новый и я хочу сейчас вам разрезать его и показать изнутри, как он выглядит, чтобы мы могли уже принимать решение, насколько он является качественной альтернативой оригинальному фильтру. Я сейчас болгаркой срежу верхнюю часть. Для меня это займет некоторое время, для вас несколько секунд. Поехали! Итак, друзья, вскрыл. Давайте посмотрим, что там внутри. Довольно-таки тяжелая часть с резьбой. Толстый металл, выполнено качественно. Резиновый клапан, уплотнитель за 15 тысяч довольно-таки сильно пересох. Дубовая, очень дубовая, но не ломается. Как видите, жесткая резина, но не ломается. Я встречал такие, которые после 10 тысяч вскрываешь, и она просто рассыпается в руках. Итак, на первый взгляд, фильтр довольно-таки качественный. Все вроде бы нормально. Но при детальном осмотре, что было выявлено и обнаружено? Смотрите, это я уже своими руками выломал. Сейчас вам покажу, насколько испорченная пересохшая бумага. Фильтрующий элемент полностью пришел в негодность. Рассыпается. Вот такого быть не должно. Это негодный масляный фильтр. Очень низкого качества само фильтрующее бумажное полотно. Хоть и довольно-таки неплохо вклеенное. Так что фильтр Denkerman не прошел тест на проверку. Ни в коем случае не покупайте эту гадость, потому что это убьет двигатель вашего автомобиля. Если кому-то понравилось данное видео и окажется полезным, не забывайте поставить палец вверх, не забывайте подписаться на канал, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok